Сегодня мы докажем теорему Кронекера, которая дает целый класс целочисленных уравнений, неразрешимых в радикалах. Она покроет теорему Абеля-Руфини, которой мы занимались на прошлых лекциях. Но начну я вот с такого важного предварительного результата, который нам позволит рассматривать только неприводимые радикальные расширения. Я напомню, мы в теореме Абеля-Руфини рассматривали радикальные расширения простых степеней. То есть каждая рытая в степени ПИТ принадлежала предыдущему полю. Вот здесь П, здесь Р2 в степени П2, ВК от Р1, ну и так далее. Значит, и если все ПИТы простые, и если поле К содержит вообще все корни из единицы, то вот поле Абеля все двучлены, Х в степени ПИТ минус РИТ в степени ПИТ, неприводимы над соответствующим полем, К от всех предыдущих радикалов, Р1 и так далее, РИ-1. Вот, для всех И. Вот мы хотим работать именно с такими радикальными башнями. И вот что если поле К не содержит корней из единицы? Вот давайте вспомним Лему Абеля, что она утверждает. Значит, что вот такой двучлен, да, простой степени, над полем К, да, вот мы его рассматриваем над полем К. И радикал Р не принадлежит этому полю. Ну, Р в П это, естественно, принадлежит, П простое. Ну и характеристика К не равна П. Я напоминаю Лему Абеля. Значит, тогда мы утверждаем, что либо этот двучлен неприводим над К, либо это расширение К от Р имеет вид К от эпистема П. То есть на самом деле получается присоединением корня в этой степени из единицы. Вот, давайте я напомню. То есть у нас вот во втором случае здесь получалось, что Р в П этой принадлежит К в П этой. Да, то есть Р отличается от элемента из К на какой-то корень из п, корень из единицы степени П, да. Вот, значит, соответственно, если поле К содержало все корни из единицы, то такая возможность исключается. Вот, и остается как раз то, что нам нужно. Значит, таким образом нам нужно научиться с вами присоединять с помощью неприводимых радикалов эписилон П, да, корень в этой степени из единицы. То есть корень вот такого двучлена. Вот, значит, ну, над К раскладывается на неприводимое, да, вот таким образом, как мы знаем, является корнем вот этого многочлена кругового, но этот член совсем даже не похож на двучлена. Вот, то есть наша задача научиться присоединять корень из единицы с помощью неприводимых радикалов. Ну, давайте посмотрим, что происходит при малых П. Значит, ну, при П равном 3, это понятно, да, эписилон 3 это минус 1 плюс и корни из 3 пополам. Вот, то есть получается присоединением корня заведомо неприводимого двучлена из квадрата плюс 3. Вот, ну, к полюкуму сейчас будем присоединять. Значит, эписилон 5, это, там, значит, через косинус 2π на 5, я помню, да, это корень из 5 минус 1 на 4, а синус, ну, и синус, значит, давайте я подсмотрю. Ну, это вот, что такое, это минус 5 минус корень из 5 на 8. Вот, значит, вот мы будем буквы омега обозначать сейчас. Это у нас косинус 2π на 5, а это и синус 2π на 5. Ну, мы помним, значит, корень у нас многозначная функция, да, то есть если мы будем корень извлекать по-другому, например, вот будем поднимать под этим символом минус корень из 5, да, тогда здесь у нас будет косинус 4π на 5. Вот, и здесь тоже, видите, у нас вот этот корень из 5 здесь, да, два значения принимает, и вот этот еще внешний корень может тоже принимать два значения, то есть всего вообще получится 4 значения. Ну, вот легко убедиться, что все эти 4 значения, это есть не что иное, как, значит, все 4 первообразных корня из 5, то есть это все омега вкаты, где k от 1 до 4. Вот, то есть здесь правильный написать, как бы, знак принадлежности. Вот, ну, значит, ε7, я уже писать формулу не буду, там можно тоже решить одно квадратное, одно кубическое уравнение, да, потому что ε7 — это корень кругового многочлена, опять-таки, φ7 от x, которая есть x6, там, да, ну и так далее, плюс x плюс 1, то есть мы опять-таки делим на x3, делаем замену, да, x плюс 1x, вот, ну, то есть фактически сводим уравнение к косинусу. Вот, косинус 2π на 7 — это, значит, корень кубического уравнения. То есть мы, грубо говоря, можем рассмотреть вот такую башню. Здесь степень 3, здесь степень 2, вот, и свести тоже дело к неприводимым радикалам. Ну, вот дальше следующее простое p — это 11, и там круговой многочлен будет иметь степень 10, и, соответственно, уравнение на косинус уже будет пятой степени. И вот уже непонятно, как его решать, ну и, так сказать, для всех больших p тоже непонятно. Значит, ну вот Гаусс решил эту проблему, и вот мы сейчас докажем такой его результат. что, оказывается, число εp можно получить, извлекая корни в степени p-1. Значит, для любого простого p, начиная с 3, значит, есть такие числа t1, tp-2, которые лежат, на самом деле, вот в таком кольце. Так, что εp содержится вот в таком поле. не они сами, а сейчас, значит, найдутся такие t1, tp-2, такие что? Значит, их p-1 степени, давайте я так напишу, существует t1, tp-2, значит, такие что? Вот их p-1 степени лежат здесь, а εp лежит вот здесь. То есть, видите, да, мы извлекаем корни только в степени p-1. Вот извлекли корень в степени p-1 из единицы, так, а потом из каких-то элементов этого кольца извлекли тоже корни в степени p-1. И вот в результате получили εp. Вот такая теорема. Значит, давайте я на примере сначала покажу пример при p, равном 5. Мы рассмотрим, обозначим ε5 ω, а вот εp-1, это просто будет мимо единица i. Так, и нам понадобится первообразный корень по модулю 5, ну, и является двойка. Вот. Значит, идея вот какая. Значит, вот кто будет вот этими элементами? Давайте вот t-it-ами. Значит, давайте введем вот такие 4 числа. t0 — это будет просто сумма всех степеней ω. Кстати, я прав, что я… Наверное, здесь видно, нет? Или уж… Так, ω в кубик плюс ω в четвертый. Значит, только я их буду писать не в таком порядке, а вот я здесь пишу ω в четвертый, а здесь не пишу ω в восьмой, то есть я все время вывожу в квадрат. Значит, и… Ну, понятно, ω в восьмой — это ω в кубе. Здесь я, значит, суммирую с мимой единицей. То есть это резольвенты Лагранжа на самом деле. Омега в четвертый и минус омега в восьмой. Так, сейчас квадрат, омега в четвертый минус омега в восьмой. Минус омега в четвертый и, соответственно, плюс и омега в восьмой. Вот, да, то есть коэффициенты здесь… Ну, например, омега всегда единица. Здесь, значит, в первом, в t нулевом все единицы, затем идут последовательно корни четвертой степени из единицы, один и минус один минусы по кругу. А затем они, так сказать, возводятся в степень. То есть здесь вот они же, вот эти коэффициенты, они возводятся в квадрат. Видно, да? А здесь вот в этой строчке вот эти же корни из единицы возводятся в куб. Вот, значит, что мы можем сказать вот про эти четыре выражения? Ну, во-первых, их сумма… Чему равна их сумма? Да. Их сумма — это четыре омега. Вот. И, значит, t0 еще отметим равно минус единице. Вот. Так, значит, поэтому нам достаточно доказать, что в четвертой степени вот этих трех величин, да, t1, t2, t3, принадлежат, ну, z а ты, кольцу гауссовых чисел. То есть вот наш вопрос, почему t1 в четвертый, t2 в четвертый, t3 в четвертый лежат в z а ты. Значит, давайте рассмотрим вместо вот этих величин тит, маленьких, рассмотрим вот такие многочлены. t большое, вот t, kt от x, я возьму, это есть x плюс if в катый, x в квадрат, if в 2 катый, x в четвертый, и в 3 катый, x в восьмой. Так, то есть в точке омега эти многочлены, это просто наши числа tk. Вот, значит, ну, k 0, 1, 2, 3. Значит, какое свойство есть у этих многочленов? Вот если мы подставим вместо x, x в квадрат, давайте посмотрим, что произойдет. Значит, вот здесь у нас x в квадрат, да, то есть он переход, здесь x в четвертый и так далее. Все сдвигается, да, и, значит, давайте намножим, соответственно, на и в катый. Мы поставляем x в квадрат, что получилось то же самое, мы должны умножить на и в катый, согласны? Вот, но получится не прямо тот же самый многочлен, да, потому что здесь будет x в 16, вот. Но по модулю x в пятый минус один будет то же самое, да, потому что x в 16, он, так сказать, превратится по модулю x в пятый минус один просто в x. Согласны? Поэтому мы можем сказать, что это сравнимо с t в катый от x по модулю x в пятый минус один. Вот, ну и возводим, соответственно, это сравнение в степень 4, так, чтобы убить и в катый. Вот, получаем, что t в катый в четвертый от x в квадрат сравнимо с t в катый от x. Ну, все сравнения будут по модулю x в пятый минус один. Вот, теперь давайте запишем многочлен t в катый от x, раз уж мы рассматриваем вот по этому модулю, запишем его, вот, так сказать, остаток, да, разделим с остатком на x в пятый минус один. Вот, значит, вот я хочу сказать, что все коэффициенты аитые равны. Вот, значит, единственное, а вот все эти числа аитые у меня, конечно, зависят от k, но k давайте я сейчас зафиксирую. Да. Сравнение, да. Да, да, спасибо, это есть четвертая, да, потому что, конечно, надо обе части возвести. Вот, значит, аитые у меня все, ну вот, аитые нехорошо, ажитые, да, и у нас в нем и единица, значит, они, конечно, зависят от k, но k я сейчас зафиксирую. Вот, и они, значит, у меня все в z от и лежат. Вот, ну, то есть, понятно, надо вот эту вот махину, да, возвести в четвертую степень, но можно сразу x восьмой заменить на x в кубе, да, вот, возвести все это в четвертую степень и разделить с остатком на x в пятый минус один. И вот получится вот нечто вот такое, да. Вот, ну, понятно, что это гораздо сложнее, чем действовать вот так, поэтому я и взял вот это для примера, вот, чтобы, так сказать, заодно сравнить эти два метода. Но зато это метод универсальный, то есть он всегда работает. Вот, значит, теперь что мы видим? С другой стороны, с другой стороны мы же видим, что здесь сравнение, да, то есть если сюда вместо x подставить x квадрат, то получится сравнимый многочлен. Вот, давайте подставим. Вот, но по модулю x в пятый минус один это то же самое, что x, а это то же самое, что x в кубе, правильно? Вот, и поскольку это многочлены уже в степени меньше пятой, да, то значит, когда они сравнимы? Только тогда, когда они просто равны, вот. И поэтому, ну, а 0 в стороне, а вот эти коэффициенты, как видим, просто совпадают, да, вот, а1 равно а4, соответственно, это x, нет, а какому-то а3, да, вот так вот, потом а3 здесь, так сказать, значит, понятно, а1 равен а3, а2 равен а1, да, а3, соответственно, равен а4, то есть они все равны, кроме а0. Вот, и что это нам дает? Ну, это дает нам, на самом деле, уже требуемый результат, да, потому что вот посмотрим на t1 в четвертый, да, соответственно, t1 в четвертый. Значит, здесь я взял конкретное k, да, это все верно для любого k, то есть вот, допустим, t, ну, что, tk, tf в четвертый, просто понятно, что для каждого k это будут свои ашки, да, вот. Вот, значит, ну, если хотите, давайте я здесь напишу вот так, все-таки, наверное, да, вот для всех k аналогично, вот, я просто не хочу везде писать ажитое равно ажитое от k. Значит, t1 в четвертый получается равно вот чему, это а0, вот, подставляем, да, значит, это t1 от омега в четвертой степени, вот, значит, и это получается просто а0 минус а1, да, потому что когда мы подставляем все вот эти аитои равными друг другу, да, вот сюда, вот, значит, вот мы вычитаем, так, аитои все, все они выносятся за скобку, а в скобках остается x плюс x квадрат плюс x q плюс x в четвертый, и когда мы вместо x подставляем омега, то есть корень пятой степени из единицы, то вот эта сумма будет равна минус единице, правильно, вот, и поэтому получается а0 минус а1. Вот, ну, это, так сказать, а0 и а1, это гауссовые числа, так что это лично вот отсюда, вот из этого кольца. Вот, ну и, соответственно, для t2, t3 в четвертый совершенно аналогично. Вот, все, значит, вот на этом примере мы доказали теорему. В общем случае доказательство аналогично. Давайте я поясню просто, в чем разница, да, значит, ну, омега это будет эписелон p, так, вместо квадрата, понятное дело, мы будем, мы найдем первообразный корень из единицы, да, первообразный корень, простите, по модулю p, да, вот zp со звездочкой вырождается каким-то элементом g. Вот, здесь вот будет эписелон p, t, и вместо мнимой единицы, соответственно, будет эписелон p минус первое. Вот, соответственно, вот давайте я t1, например, напишу, вот эту величину, да, здесь будет эписелон, вот это вот я обозначил буквой дельта, эписелон p минус первое, да, а эписелон p, это будет, соответственно, просто эпилон. Вот. Тогда здесь будет соответственно δ на epsilon в степени g. Здесь будет δ2 на ε в степени g2. Ну и так далее. δ3 ε в степени g3. Вот. И так далее. Соответственно, до π-1. π-2 степени. π-2 степени. там было и в кубе, значит, здесь будет минус и, значит, здесь будет вот так. Значит, эписелон в степени g в степени p-2. Ну и, соответственно, многочлен точно так же записываем, да, и берем здесь сравнение, так сказать, по модулю x в пет и минус 1, и точно так же вот за счет того, что степени g идут по кругу, да, вот эти коэффициенты будут, так сказать, в цепочку такую устраиваются, да, все аиты, и, так сказать, вот они точно так же будут равны, вот. Ну, в общем, в конспекте у меня и пример, и, так сказать, вот доказательство в общем случае, но давайте не будем тратить время, да, оно, так сказать, полностью аналогично. Значит, обратите внимание, вот, что мы получили еще одну формулу для эписелон 5, которая на самом деле сложнее, чем вот эта формула, она содержит мнимую единицу, вот здесь мнимой единицы нет, то есть на самом деле, конечно, в q от эписелон 5 не лежит, так сказать, это расширение не содержит мнимую единицу, это легко понять, вот, так сказать, мы вообще все степени, все подполя здесь описывали, здесь только одно промежуточное подполе, это q от косинуса 2 пина 5, да, то есть действительное поле, вот, но вот, так сказать, мнимая единица вот в этом методе понадобилась. Вот, значит, давайте сделаем вот такое важное замечание, что следует из этой теоремы Гаусса. Значит, из этой теоремы Гаусса на самом деле следует еще одно доказательство теоремы Гаусса в Анцеле, да, конкретно самая сложная часть, что мы можем построить правильный p-угольник, если p простое число ферма, помним, да, простое число ферма, значит, это значит, что p-1 это степень двойки, так сказать, извлекать корни равные степени двойки мы умеем с помощью циркуля линейки, согласны? Так что мы получаем вот еще одно доказательство, спрашивается, зачем нам нужны были вот те самые периоды, ну вот, так сказать, уже для правильный пятиугольник этим методом, как видите, строить не очень хочется, хотя это еще возможно, то есть возвести это в четвертую степень, там, проредуцировать коэффициенты можно. Вот это упражнение, значит, посмотрите, можете явно найти вот эти числа, да, что они из себя представляют, гауссовые числа, да, значит, там на самом деле одно достаточно вычислить, потому что они там, вот эти два вообще сопряжены, да, а это совсем просто устроено, t2 в четвертой, вот, и, ну, формула получается сложнее. А вот 17-ти угольник, ну, так сказать, можете себе представить, да, что получается, и главное, там будут побочные иррациональности, да, то есть вот этот ε-p-1, он, вообще говоря, не лежит в код ε-p, вот, то есть этот метод с технической точки зрения, он, конечно, совершенно, так сказать, необозримый, да, так сказать, алгоритмическая сложность здесь существенно выше, чем доказательства с периодами. Доказательство с периодами, оно такое ювелирное, да, то есть мы строим башню, которая заканчивается аккуратно на q от ε-p, вот, а здесь вот такие вот, значит, промежутки, еще какие-то дополнительные радикалы приходится извлекать, вот, но, тем не менее, метод важен с теоретической точки зрения, и главное, что с его помощью мы сейчас докажем, что всякое радикальное расширение содержится в некотором неприводимо радикальном. теорема, ну, значит, всякое радикальное расширение, но я напишу поле нулевой характеристики, хотя для поля простой характеристики это тоже верно, вот, но там надо сказать еще какие-то слова, а, в принципе, нас будут в основном интересовать именно поля нулевой характеристики и сегодня заведомо, там несложно обобщить, значит, поля нулевой характеристики содержится в неприводимо радикальном. То есть, грубо говоря, все, что можно выразить в радикалах, можно выразить и в неприводимых радикалах, вот. Здесь важно, что именно содержится, но не совпадает, да, вот мы видим, например, q от ε5 является неприводимым радикальным расширением, да, а вот, скажем, q от ε7 нет. То есть, вот это расширение не является простым радикальным, да, cos2π на 7, то есть там нужно, на самом деле, чтобы ε7 получить неприводимыми радикалами, нам понадобится еще корень третьей степени из единицы, которого здесь нет. вот, значит, ну, доказательства несложные, но требуют некоторой аккуратности, значит, вот у нас есть некоторое радикальное расширение, rn, значит, давайте проведем индукцию. Значит, индукция будет двойная. Индукция будет вот по таким параметрам. Во-первых, это будет максимальный из показателей k и тых, для которых расширение k от, давайте я вот это обозначу k и минус первое, да, когда мы присоединяем и минус один радикал, значит, вот наименьший из показателей k и тых, таких, что вот это расширение, таких, что, значит, вот такой двучлен x в степени k и т минус r и т в степени k и т, приводим на k и минус один. Да, то есть вот берем все двучлены, да, берем все их показатели, вот берем максимальный показатель приводимого двучлена. Значит, и второй параметр индукции, это, собственно, длина этой башни, n маленькая. Вот, значит, итак, вот внешний параметр n большое. Если, допустим, теорема доказана для всех n большого, для всех n меньших какого-то p, так, значит, и пусть нам дана башня, в которой n равно p. Значит, если p составное, то, понятно, мы просто уплотняем эту башню и сразу пользуемся предположением индукции, да? Вот, согласны, да? Пусть p простое. Пусть p простое. То есть вот нам дана башня, в которой максимальный показатель приводимого двучлена — это простое число. Значит, тогда включаем индукцию по длине. База индукции, значит, n маленькая равно единице. То есть у нас вот такое расширение просто, да? r в p, это и принадлежит k. Но, значит, если оно приводимо, то применяем лему Абеля, да? Что она нам дает, да? Если это приводимое расширение, то это k от epsilon p. Согласны, да? Если двучлен x в p, это минус r в p, то и приводим над k. Значит, это k от epsilon p. А тогда работает теорема Гаусса, которую мы сейчас доказали, да? Значит, вместо epsilon p мы можем извлекать корни степени p минус 1. А это уже строго меньше, чем p, и поэтому мы находимся уже вот в этой ситуации, да? То есть у нас применимо предположение индукции по n большому. Значит, с базой разобрались. Теперь шаг индукции по n маленькому, да? Значит, вот у нас есть вот такая башня, да? И для, так сказать, если башня высоты меньше, то все доказано. Тогда, значит, смотрим на первый этаж. Если он не приводим, то тогда мы просто давайте начнем вот с этого поля, так? Здесь все в порядке на этом этаже, да? А эта башня уже высоты меньше. Значит, применимо предположение индукции по n маленькому. А если этот этаж приводим, да? То тогда применим, значит, базу индукции, да? Теорему Гаусса. Заменим k от r1 на вот эту последовательность радикалов, да? Значит, и дальше уже будем стартовать вот с того этажа, который получился, да? То есть формально давайте записывать вот эту башню вот в таком виде. k, основное поле, точка запятой, а здесь присоединяемый радикал. rn. Тогда, значит, вот мы этот радикал r1 заменяем на последовательность какую-то там ρ1, ρs радикалов, которые нам доставляет, ну, во-первых, теорема Гаусса, да? И, во-вторых, мы уже с ними разобрались по предположению индукции, да? По n большому. То есть все эти радикалы неприводимы. Вот. Значит, то есть мы вместо r1 вот подставляем вот это все. Зачем я в таком виде пишу? Ну, потому что понятно, что мы выскочим за пределы поля k от r1, вообще говоря, да? Понятное дело, у нас, так сказать, получится что-то еще. Поэтому, чтобы не переобозначать следующие поля башни, удобнее, так сказать, иногда писать башню вот в таком виде, просто писать последовательность радикалов. Вот. Ну, и теперь, значит, после того, как мы с этим разобрались, k от r1, rS, берем вот это поле, да? И присоединяем просто все остальные радикалы. Мы видим, что это башня высоты меньше, да? Башня уже высоты n, минус 1. Поэтому к ней опять-таки применим предположение индукции. То есть, как видите, здесь такой просто формализм уже несложный. Вот. Основное ядро, конечно, это теорема Гаусса. То есть, надо научиться присоединять ε на p с помощью извлечения корней степени p-1. Вот. Хорошо. Значит, понятно, да? Вот. Я, когда вот читал первый раз спецкурс, значит, я этот момент не продумал. То есть, я вот теорем Гаусса доказал, ну, и, так сказать, дальше там очевидно, да? Там уплотняем, так сказать, до простых. А потом смотрю, значит, как-то начинает все как-то разрастаться. Потому что вот эти радикалы становятся большими. Вот. Как-то мы там выкрутились. Вот. Я там довел это все до конца. Но получилось, так сказать, такой некоторый экспромт. Вот. Ну, вот, если, так сказать, аккуратно вести двойную индукцию, то, значит, все действительно сходится. Вот. Просто когда вы применяете теорему Гаусса, да, там у вас эти радикалы получаются в степени p-1. Они могут быть приводимыми. И, в общем, их тоже надо уплотнять. Ну, и, в общем, чтобы был виден свет в конце туннеля, нужно как-то вот вводить эти параметры, чтобы точно все было ограничено. Вот. Хорошо. Значит, ну вот теперь мы, собственно, можем приступить к доказательству основного результата. И завершить на этом первую часть спецкурса. Вот. Методы теории полей, да. Итак, значит, теорема Кронекера. Значит, вот если неприводимый многочлен над кумь неприводимый многочлен простой степени p больше на 3, значит, имеет корень выражаемый в радикалах, то число его действительных корней равно единице или p. Вот такая теорема. Значит, если у многочлена неприводимого простой степени p число действительных корней какое-то другое, то, значит, его корни не выражаются в радикалах. И вот в качестве такого примера можно привести пример многочлена xp это минус 4x плюс 2. Значит, он, во-первых, неприводимый над q по признаку из Эйнштейна для числа 2, да? У него все коэффициенты, кроме старшего, делятся на 2 и свободный член не делится на 2 в квадрате. Поэтому не приводим над q. Вот. И давайте посмотрим на его действительные корни. Возьмем производную. она имеет 2 действительных корня. Это значит, что многочлен, если производная имеет 2 действительных корня, то что можно сказать про многочлен? Теоремия роля или роля. В общем, роль доказал, что между любыми действительно между любыми корнями дифференцируемой функции есть корень производной. Значит, корней не больше 3, правильно? Если было больше 3, то у производной было бы, так сказать, на 1 меньше, а тут всего 2. Значит, у f здесь 2 корня, значит, у f не более 3 действительных корней. Вот. Ну, а с другой стороны давайте посмотрим на график. p нечетно, в нуле положительное значение, а в единице отрицательное. Вот, да? То есть вот в минус бесконечности минус бесконечность, да? В нуле двойка больше нуля, в единице минус единица и на плюс бесконечности плюс бесконечности. Вот. То есть как минимум 3 корня есть, да? Вот. Меньше нуля между нулем единицей и после единицы. Вот. Ну, это означает, что этот многочлен подходит. то есть его корни нельзя выразить ну, в радикалах при p начиная с 5. Вот. Вообще при p равном 3 эта теорема, конечно, очевидна, да? Потому что, ну, когда может быть действительно, число действительно корней у кубического многочлена 1 или 3, да? Потому что, если их 2, значит, один из них обязательно кратный. Так что, тогда многочлен просто приводим. Вот. Хорошо. Ну, вот давайте доказывать теперь вот эту теорему. Значит, и вот нам понадобится следующая основная лемма. Давайте вот здесь где-нибудь я напишу. основная лемма. Значит, вот пусть f, значит, p у нас будет всегда простое нечетное число. Значит, если f неприводим значит, надполем k степень f p простое но приводим над k от r, где r это некоторый радикал степени q над полем k и он не приводим. Не приводим над k и q некоторое это простое число. вот, то тогда тогда во-первых q равно p и все корни f лежат в поле, которое получено присоединением значит, еще r к k от r корня степени p из единицы и имеют вид имеют вот такой вид значит значит я xcat и выпишу сколько там мне понадобится коэффициентов ну и последний давайте я поясню значит что здесь происходит и зачем нам нужна эта лемма значит значит вот мы доказали что все что можно выразить в радикалах можно выразить в неприводимых радикалах значит вот мы предполагаем что корни нашего многочлена можно выразить в радикалах ну точнее что какой-то его корень можно выразить в радикалах на самом деле в силу неприводимости тогда и все остальные тоже но это нам даже не понадобится сейчас доказывать То есть у нас имеется некоторая башня, начиная с поля Q и заканчивающаяся на каком-то поле КМ, которое содержит корень нашего многочлена. Смотрим. Над первым полем этой башни многочлен неприводимый. Над последним имеет корень, значит приводимый. Но это означает, что есть такой этаж этой башни, где неприводимость сменяет с приводимостью. Согласны? Ну вот, собственно, анализ дальнейший начинается именно с этого этажа. То есть вот это K от R, вот здесь еще F не приводим, а здесь уже приводим. Ну вот начинаем распутывать клубок, и вот здесь нам нужна как раз вот эта лемба. Значит, мы не знаем, какая здесь степень, да? Ну вот какая-то степень Q, ну заведомо мы знаем, что это простая степень, да? Простое число. То есть мы уплотняем, да, все этажи имеют простую степень и все неприводимы. Вот, значит, ну вот тогда оказывается, что Q равно P, и все корни лежат в расширении, вот полученном из К от R еще при соединении эпсилона. Значит, вот давайте это докажем. Давайте это докажем. Значит, ну начнем с того, почему Q равно P. Значит, ну давайте рассмотрим такую башню. Итак, значит, вот мы присоединяем R, и мы присоединяем эпсилон. Так, значит, что мы можем сказать? Так, и еще мы присоединяем X0. Значит, куда нам это нарисовать, да? Сейчас, давайте сначала мы X0 просто присоединяем, я думаю, да? Эпсилон нам, наверное, попозже понадобится. Значит, сейчас докажем, что Q равно P. Значит, что мы знаем? Мы знаем, что вот здесь степень Q, да? Двучленный X в Q и минус R в Q, ты не приводим на T, а здесь степень P. То есть X0 это у нас некоторый корень многочлена F, так? Вот, то есть вот мы берем, присоединяем этот корень. Тогда здесь степень P, потому что наш многочлен F не приводим на K. Вот, значит, хорошо. Хорошо. Так, почему Q равно P? Значит, почему Q равно P? Нам вот еще, значит, да, вот где нам понадобится эпсилон, где нам понадобится эпсилон. Значит, наш многочлен на самом деле остается неприводимым на T от эпсилон. Эпсилон это эпсилон P. Вот почему. Значит, вот рассмотрим вот такую башню. Значит, вот здесь у нас P, здесь у нас меньше, чем P, да, потому что эпсилон это корень кругового многочлена, он может быть даже переводим на T, но в любом случае здесь меньше, чем P. Вот, теперь, значит, если мы вот так идем, да, у нас степень делится на P. Значит, если мы так идем, то степень тоже должна разделиться на P. Но здесь строго меньше P. Значит, вот здесь делится на P. Ну, а с другой стороны, вот здесь у нас, заведомо, не больше, чем P, да, потому что здесь P, а вот эта сторона параллелограмма получена просто присоединением сюда и сюда эпсилон, значит, здесь не больше, чем P. И, кроме того, здесь делится на P, значит, здесь ровно P. Вот, то есть вот такая еще маленькая лемма, что если у нас многочлен неприводим, значит, многочлен простой степени P неприводим над некоторым полем K, то он остается неприводимым, когда мы присоединяем K от эпсилона. Вот, значит, и теперь вот можем вернуться вот сюда. Так, значит, что мы знаем? Мы знаем, что многочлен... Мы знаем, что наш многочлен приводим над K от R, правильно? Это значит, что когда мы присоединяем корень X0 к полю K от R, то что тогда происходит? Какая здесь будет степень? Ну, ничего, она будет равна, так сказать, какое можно ограничение поставить. Вот здесь степень P, потому что многочлен с корнем X0 не приводим над полем K. Но тот же многочлен, если мы его рассматриваем над этим полем, он приводим. И когда мы присоединяем к этому полю его корень, значит, у нас степень будет меньше P. С другой стороны, значит, если мы идем вот так, то эта степень должна разделиться на P, правильно? Степень вот этого расширения делится на P. Но здесь меньше P. Значит, Q должно разделиться на P. Значит, Q равно P. Согласны? Вот, значит, вот из этой башни следует, что Q равно P. Два разных простых числа, да, потому что вот это произведение делится на P. Понятно, да? Вот, хорошо. Теперь, зачем нам понадобилась вот эта история? А вот эта история с эпсилоном нам понадобилась, чтобы нарисовать следующую большую башню. Значит, так, вот теперь нам понадобится к полю K присоединять вообще все, что есть. K от эпсилон, K от R, K от X0. И, значит, вот параллелограммы соответствующие. Вот K от R и от эпсилон. K от X0 эпсилон. И, наконец, все вообще. Так, ну вот такая схема. Давайте смотреть, что здесь, что и что. Значит, вот здесь P, здесь тоже P. Да, вот мы уже доказали. Q равно P, так что мы можем смело писать здесь и здесь P. Значит, по вот Лемме, да, здесь тоже P вот на этих сторонах параллелограмма, да. Но я напомню, потому что здесь строго меньше, чем P, да. Вот, и должно делиться на P, да. То есть вот здесь у нас, вот на этих сторонах тоже P, правильно? По предыдущей Лемме маленькой. Итак, раз здесь, в этот момент понятно, да, почему здесь и здесь P. Вот, значит, раз здесь и здесь P, то значит вот здесь и здесь одно и то же. Тоже, да. Вот, но теперь смотрим, что у нас здесь. Здесь мы присоединяем вот к этому полю X0, да, этот корень многочлена, который приводим даже над K вот R. Ну, значит, здесь он тем более приводим, и значит здесь меньше P. Согласны? А что мы вот здесь присоединяем? Здесь мы присоединяем R. То есть мы присоединяем корень вот этого двучлена. Вспоминаем Леммуабеля, что либо этот двучлен не приводим над полем, да, либо расширение получается присоединением эпсилон. Но вот это расширение не может получаться присоединением эпсилон. То есть если оно получается, оно просто тривиально, так? Потому что здесь уже есть эпсилон. Поэтому здесь либо 1, либо P. Либо двучлен не приводим. Либо, так сказать, это расширение вида K от эпсилон, то есть тривиальное расширение. Согласны? Вот. Ну и сравнивая вот эти вот ветки должны быть на самом деле равны степени, да? И какой отсюда вывод мы делаем? Единицы. Значит, на самом деле это единица. Вот. А это значит, что, например, X0 вот здесь лежит. Вот. Вот такое рассуждение. Видите, мы использовали только Леммуабашний, по сути. Вот. Она довольно такая мощная. Вот. Значит, это означает, что мы с вами вправе записать X0 вот в таком виде. Единственное, я здесь не написал, кто такие аиты. Ну, понятно, что это будут какие-то элементы, на самом деле, из K от эпсилон R. И вот важно, что они определенные однозначно. Имеют вид, давайте я здесь припишу, для некоторых однозначно определенных ажитых из K от эпсилон, просто K от эпсилон. Так. Вот. Значит. Да. Для некоторых однозначно определенных элементов из K от эпсилон. Хорошо. Значит, итак, X0 мы вот так вот записали. Вот. Он лежит здесь. Значит, я его имею право расписать вот так, да. Аиты. То есть я вот к этому полю присоединяю R, да. Вот у меня отсюда Аиты, да, а R не приводим над этим полем. Кстати, важно, да, что R не приводим над этим полем. Поэтому, собственно, Аиты определены однозначно. R не приводим над K, ну, X радикал, да, то есть двучлен соответствующий, но мы говорим радикал. Радикал не приводим над K, тем более, значит, поэтому он не приводим над K от эпсилона. По лемме опять-таки, да. Вот. Значит, Аиты здесь определены однозначно. Теперь дальше. Ну, а здесь уже знакомая нам история, что мы делаем. Мы заменяем R на все его сопряженные, да. Понятно, R эпсилон, R эпсилон вкаты и так далее. Этим мы уже много раз пользовались. Вот. Все, хорошо. Значит, вот все корни мы выписали. Их P минус… их ровно P штук. Многочленная степень P. Единственное, надо убедиться, что среди них нет кратных. То есть, что это действительно все корни. Вот. Почему это все корни? Ну, если мы предположим, что какие-то два из них совпадут, да, то мы можем приравнивать коэффициенты при одинаковых степенях R. Ну, а вы видите, да, к чему приведет приравнивание каких-то коэффициентов, да. К тому, что вот все Аиты, кроме А нулевого, будут просто равны нулю. Согласны, да, если вот приравнять какие-то коэффициенты, да, при R, да, поскольку степень ε разная, то просто Аиты должны будут равняться нулю. Это означает, что x0 будет равняться А нулевому. И тогда он будет лежать в k от ε, а он не лежит в k от ε, потому что у нас, наш многочлен, не приводим над k, а тогда и над k от ε. Вот. То есть, вот это вот важно, что это не лежит в k от ε. То есть, какой-то из этих коэффициентов все-таки не нулевой, поэтому все эти x-иты различны. Давайте здесь подпишем. И они все разные, да. Все они, ну, по сути написано, все корни лежат в k от ε и имеют вот такой вид. Да, вот. Так что они автоматически различны. Вот. Хорошо. Все, значит, вот мы доказали вот эту лему. А теперь у нас на очереди исследование действительности корней. То есть, согласитесь, что эти корни имеют довольно все-таки специфический вид. Вот. Поэтому, значит, среди них, на самом деле, оказывается, не может быть, значит, вот сколько угодно действительных. То есть, есть жесткие ограничения на число действительных. Итак, значит, вот возьмем, проведем анализ, да. Вот что значит число действительное. Значит, оно совпадает со своим сопряженным. Значит, вот давайте напишем, что такое xk с чертой. Наверное, мне надо xk-ты тоже написать, чтобы не бегать туда-сюда. Или можно, вот я могу схитрить и вот здесь написать. Так, гора может подойти к Магомету, да. Ну вот мне хочется разобрать два случая, когда r действительно, когда r не действительно. То есть, в любом случае их придется разбирать. Давайте я их прямо сейчас разберу. Вот. Сейчас будет некоторый анализ. Вот. Значит, поэтому я тут, в общем, буду писать, но это, я надеюсь, не слишком сумбурно. Вот. В общем, все выводы будут сделаны. Просто немножко в разных кусках доски. Но я буду все, как обычно, комментировать. Значит, вот сейчас r действительно, поэтому я черту над r не пишу. Вот. Значит, здесь единственное, что я должен написать епсилон в минус k, да, я сопрягаю. Так, и значит, a, p минус первая с чертой умножить на епсилон в степени минус k на p минус 1 на r в f минус 1. Вот это x, k с чертой. Вот. Значит, я имею право приравнивать коэффициенты. Так. Вот. Давайте приравнивать. Значит, а и вот имею ли я право, кстати, их приравнивать? Это важный момент. Кто такие аиты с чертой? Почему они вообще лежат в k от епсилона? Это не очень понятно, да? То есть это, понимаете, это должно быть разложением по базису, опять-таки, да? 1r, r в p минус 1, это базис в k от r, запятая епсилон, над k от епсилон. Согласны? Вот. Это базис. Значит, чтобы приравнивать коэффициенты, коэффициенты должны быть вот из этого поля, k от епсилон. Вот. Значит, ну, предположим, что это так. Чтобы можно было так предполагать, мы предположим, что поле k от епсилон симметрично относительно комплексного сопряжения. Симметрично относительно действительной оси, то есть инвариантно относительно комплексного сопряжения. Назовем такое поле самосопряженным или симметричным. Вот. То есть мы сейчас получим какие-то условия, которые нам позволят, в принципе, провести доказательства. А потом будем доказывать, что этих условий можно добиться. Вот. Значит, итак. Вот тогда действительно можно приравнивать коэффициенты, да, если, так сказать, замкнуто. Вот. И это приравнивание у нас приводит, соответственно, вот к чему. Значит, xk-t равно xk с чертой. В случае, когда r число действительное, это приводит, соответственно, вот к такому условию. А житая с чертой на епсилон в степени, ну вот при жи большем, при любом жи на самом деле, да, значит, вот смотрим. Здесь здесь епсилон в степени минус к жи получается, да, а здесь получается ажитое на епсилон в степени к жи. Так. Вот. Слева-справа, значит, для всех жи. Ну, при к равном нулю тоже получается просто а0 с чертой равно 0. Вот. Таким образом, это означает, что ажитое с чертой равняется ажитое на епсилон в степени 2 к жи. Согласны, да? Вот. Значит, опять-таки, ну для всех жи. Так. И давайте предположим, что вот это равенство верно для нескольких значений к, ну для двух. Да, вот мы видим, левая часть не зависит от к, правая зависит. Значит, если это верно, при к равном к1 к2, то что мы имеем? Мы имеем, что ажи на епсилон в степени 2 к1 жи равно ажи на епсилон в степени 2 к2. Так. И это означает, что либо ажи равно 0, либо, значит, вот эти два товарища равны, но это означает, что 2 к1 минус к2 на жи делится на p. Потому что епсилон в корень степени p из единицы. Но вот вторая возможность неверна, да? Потому что к1 и к2 это разные вычеты по модулю b, да? Вот. Они же у нас от 0 до p минус 1. Вот. p нечетно. Жи, значит, тоже от 0 до p минус… Ну, жи разве что равно… Жи может равняться 0, разве что, да? Вот. Жи равно 0. А при жи, не равном 0, это неверно, да? Вот. То есть, получается, что заведомо при жи, равном 1 и так далее, p минус 1, имеем, что, значит, ажи равно 0. Вот. Значит, все вот эти коэффициенты у нас равны 0. Что это означает? Это означает, что… Противоречие это означает, да? Потому что тогда x нулевое равно a нулевому лежит в k от еписин, а мы уже отметили, что это неверно. x0 не лежит в k от еписин. Многочлен f неприводима над полем k от еписин. Вот. Значит, это противоречие. Так, значит, это если имеет место второй… Нет, просто мы противоречие получили, да? Итак, вот если это верно при двух значениях k1, k2, то имеет место вот эта совокупность, значит, из которой мы получаем, что поскольку вот второе условие может выполняться только при жи, равном 0, да? Только при жи, равном 0, это означает, что все остальные, ажи ты обязаны, равняться 0. А тогда x0 это оно. Все неверно. Таким образом, это условие не может выполняться для двух значений k1, k2. Значит, в этом случае мы получаем, что среди x и тых, среди x0, xp минус 1, не более одного действительного. Давайте сразу отметим, что одно действительное число у нас… Ну, если это корни того многочлена, да, который был в теореме, да, то тогда заведомо ровно одно действительное, хотя бы одно действительное из них есть, да, потому что многочленное нечетной степени. Но мы это оформили как лему, пока еще мы ничего не предполагали. Вот, так что она как бы у нас идет в стороне от теоремы Кронейкера немножко. Так что здесь я напишу просто, что среди этих чисел не более одного действительного. Вот. Хорошо. Значит, этот случай разобран. Теперь второй случай, когда r не лежит в r. Вот этот случай поинтересней. Так, ну, наверное, я это саду. Так, а вот это стирать не буду. Но теперь у меня здесь появится r с чертой. Так, значит, и вот здесь получается посложнее, да, в случае, когда r не из r. Вот, значит, тогда давайте запишем xk с чертой. И вот подумаем, что нам делать с этим r с чертой. Ну, вот здесь такой выход. Здесь такой выход. Значит, мы r с чертой запишем вот так хитро, как r на r с чертой, то есть квадрат модуля r, да, разделенное, значит, на r. Так, на, значит, сейчас, на что нам это разделить? Ну, да, разделить на r, но я вот так хитро разделю. Я разделю на r в степени p и умножу на r в p минус 1. Вот. Потому что r в степени p у меня из k, правильно? Вот. И для того, чтобы это было коэффициентом, вот эта дробь была коэффициентом при степени r, так, чтобы она лежала в k, я потребую, чтобы квадрат модуля лежал в k. Вот. То есть я требовал, чтобы поле k было симметричным. Вот мне еще нужно, если r не лежит в r с чертой, значит, r не лежит в r, да, то мне нужно, чтобы квадрат модуля хотя бы лежал в поле k. Вот. Вот такое условие мне нужно. Вот. Тогда, значит, действительно, вот эти элементы я могу записать по степеням r, но они будут, как видите, идти в противоположном порядке, да? То есть будут r в первой степени, а r с чертой в первой степени, а r в p минус 1. Вот. Значит, ну вот таким образом у меня получается вот какое выражение для xk с чертой. Значит, это a 0 с чертой, которая идет отдельно, а все остальные можно записать, соответственно, вот так. Это a, житая с чертой на ε в степени минус kg на модуль r в степени 2g и разделить на r в p, умноженное на r в p минус j. Вот. То есть, смотрите, вот это все, это все коэффициент получается из k от ε. Согласны, да? Вот. Это все коэффициент из k от ε. Значит, хорошо. Таким образом, значит, это все равняется xk тому. Так, значит, xk мы, в общем, не трогаем. Это a 0 плюс сумма по g от единицы до p минус 1 a, j, t, ε в степени k, j, t на r в степени j, да? На r в степени j. Но единственное, мне нужно, конечно, p минус j, да? Давайте я напишу p минус j, и тогда здесь все иначе. Ну, когда j пробегает от единицы до p минус 1, p минус j пробегает то же самое, диапазон, да? Вот. Значит, получается, что вот эти коэффициенты должны совпасть. Согласны, да? Вот. Значит, да, вроде правильно все. Вот. Замечательно. Значит, и так, вот это равенство, то, что вот они равны, означает следующее, что, во-первых, a0 равно a0 с чертой, а во-вторых, a, p минус j, t, на ε в степени k на p минус j равняется a, j, t с чертой, ε в степени минус k, j, t, на модуль r в степени 2g разделить на r в п. Вот. Вот просто взяли, честно переравляли, но это для всех g от единицы до p минус 1. Вот. И теперь давайте посмотрим на эти выражения, да? Значит, что мы видим? Где здесь вообще буква k? Найдем здесь букву k. Значит, вот ε в степени kp минус kg, да? И здесь ε в степени минус kg, да? Но ε в степени p единица, да? То есть вот эта величина на самом деле равна ε в степени минус kg, и она, к счастью, сокращается вот с этой величиной. Согласны? И поэтому у нас это условие чудесным образом вообще не зависит от k. То есть вот мы... Надо было вот так вот немножко помучиться для того, чтобы вот здесь обрадоваться, что от k это не зависит. А что это означает? Что условие, что xk действительное число не зависит от k. Значит, либо они все действительные, если это верно, либо действительных нет вообще. Согласны, да? Значит, если мы теперь имеем в виду ситуацию с нашим многочленом, то там есть один действительный, поэтому тут в этой ситуации будут все корни действительные. Хорошо. Но, значит, теперь, собственно, надо вернуться нам к доказательству. Это мы провели некий анализ, и для того, чтобы вот этот анализ прошел, нам надо, чтобы вот поле k было, во-первых, симметричным относительно действительной оси, так, а во-вторых, r, радикал r, либо должен быть действительным, либо квадрат его модуля должен принадлежать поле k. То есть вот у нас есть вот эта неприводимая радикальная башня, да, и нам надо, чтобы на каждом ее этаже выполнялись эти условия. Ну, заведомо этого будет достаточно, да. Вот. То есть нам надо вот неприводимую радикальную башню привести вот к такому, как бы, подходящему виду. Но, значит, прежде чем мы это сделаем, давайте докажем, так сказать, действительный аналог теоремы Кронекера, который мы можем доказать уже прямо сейчас. Значит, действительный аналог теоремы Кронекера. Значит, если неприводимый на кун многочлен простой степени p значит, ну опять, больше и равный трем, имеет корень выражаемый в действительных радикалах, то этот корень единственный его действительный корень. Вот. Значит, ну понятно, что значит корень выражается в действительных радикалах, да, то есть извлекаются корни только из действительных чисел, причем если корень отрицательный, корень четной степени может извлекаться только из положительного числа. Вот, что это значит. Вот. Значит, вот эту теорему мы уже можем прямо сейчас доказать. Более того, значит, для того, чтобы получить неприводимую радикальную башню, нам даже не нужна теорема Гаусса. Потому что понятно, что k от эпицелона, так сказать, быть не может, да, вот если у нас есть некоторый корень, который выражается в действительных радикалах, x0, так, значит, есть некоторая радикальная башня, k, m, и она стоит из действительных полей. Вот k0 это q, и так далее. Вот. И здесь все действительно. Это все лежит в r. Вот. Значит, тогда автоматически, если мы ее уплотним, да, до простых, так сказать, показателей, то она автоматически будет неприводимой радикальной. это понятно. Вот. Потому что возможность присоединения корня по этой степени из единицы исключена. Значит, так. Что дальше? Дальше мы применяем вот эту лему к этажу здесь, да, где наш многочлен f становится приводимым, так. Значит, вот он где-то становится приводимым. Применяем вот эту лему. Получаем, что на самом деле на этом этаже q равно p, так. И все корни имеют вот такой вид и лежат, значит, где вот в расширении k1 epsilon r, так. Хорошо. При этом мы извлекаем корень, так сказать, вот r, да, вот это r присоединяем радикал. Он действительный, то есть мы находимся в первом случае, а мы доказали, что в этом случае, помните, да, что, значит, это единственный корень, правильно? Это единственный корень, значит, ну, в первом случае, когда r действительно, у нас среди этих чисел не могло быть более одного действительного. Значит, вот он действительный, и все. И что нам надо было еще? Нам надо было, чтобы поле k было симметрично относительно действительной оси. Ну, значит, они просто все действительные вообще. То есть здесь все легко. Так что вот эта теорема, она уже, так сказать, доказана из наших рассуждений, так. И из нее важное следствие. Того самого, кстати, ванцеля. который исследовал вот этот вот, то, что называется casus irreducibles, да, по-латыни, вот этот неприводимый случай. Помните, уравнение xq плюс px плюс q над q. Значит, если этот многошин неприводим, так, вот то, что не давало спать итальянцам, да, в 16 веке, что, так сказать, три корня действительные, да, а выразить их в радикалах нельзя. Ну, вот, собственно, вот по этой теореме и нельзя. То есть вот этот многошин имеет действительный корень, имеет, вернее, корень, выражаемый в действительных радикалах. Имеет корень, выражаемый в действительных радикалах. тогда и только тогда, когда это единственный его корень, то есть когда его дискриминант положителен. Вот. Значит, вот вы помните, все корни выражаются в комплексных радикалах, да, по формуле кардана. И там вот как раз получается под корнем отрицательное вот это число, да. Ну, и там то же самое сопряженное. Вот. То есть все три действительных корня выражаются вот по, так сказать, с помощью комплексных чисел, а с помощью действительных, ну, вот никак нельзя выразить. Вот мы только сейчас доказали это строго. Вот так это доказывается. Вот. Хорошо. Значит, теперь возвращаемся к доказательству основной теоремы. Вот нам нужно сделать некоторые приготовления. По сути, нам сейчас надо будет доказать теорему аналогичную вот той, что мы доказали в первой половине лекции, о том, что всякую радикальную башню можно вложить в неприводимо-радикальную. Сейчас нам нужно не только неприводимо-радикальную, но и за дополнительными ограничениями. Но я думаю, что давайте мы сейчас подведем некоторый итог наших исследований. Наших исследований. Значит, теорема. Значит, вот пусть в предположении вот этой леммы, ну, она у нас единственная, пусть в предположениях леммы. Леммы. Значит, поле К самосопряжено. Значит, и среди и среди чисел x0, xp минус 1 есть действительное. Ну, нам только этот случай интересен, да, потому что у нас же будет это все в ситуации, когда, так сказать, это корни многочлена нечетной степени над r. Вот, тогда, значит, возможны два случая. Если r действительно, то ровно одно из них действительно. И второе. Если r не действительно, но квадрат модуля лежит в поле К, то они все действительно. Вот. Значит, вот это на самом деле мы как раз доказали. Вот. И теперь нам надо показать, что если наш многочлен f, неприводимый на тку простой степени p, имеет корень, значит, выражаемый в радикалах, то тогда можно найти подходящую башню в которой лежит, в последнем этаже которой лежит, собственно, этот корень. Тогда вот к этой башне, к ее, так сказать, этажу, где неприводимость меняется приводимостью, мы применим, вот, так сказать, эту лему, да, и дальше вот все пойдет уже как по массу. Дальше мы вот эту теорему применим и завершим доказательство. Вот, значит, и так остались вот эти последние приготовления. Итак, значит, определение. Мы назовем, значит, расширение или башню, как тут я назвал, значит, башню. назовем башню начинающую в С, все в С лежит, значит, которая начинается с некоторого самосопряженного поля К0, значит, подходящей, подходящей. Если она, во-первых, неприводимо радикальная, с простыми степенями, с простыми показателями, вот, и на каждом этаже выполнено одно из двух. Значит, либо R из R, либо присоединяется действительный радикал, либо квадрат модуля лежит в вот этом предыдущем поле. Значит, ну и, соответственно, теорема. Значит, всякое радикальное расширение самосопряженного поля под поле в С содержится в некотором подходящем. Ну, подходящее — это то, которое является последним этажом подходящей башни. Вот, то есть у нас... Да. Хорошо, значит, ну и вот индукция, опять-таки, двойная индукция. Итак, значит, внешний параметр значит, K, K0, K1 и так далее. Km, значит, или мы будем иногда писать вот в таком виде, в виде последовательности радикалов. Значит, вот это у нас какая-то радикальная башня, которая существует, да, и вот нам надо доказать, что Km лежит в некотором подходящем расширении. Так, значит, здесь будут какие-то степени, там n1 и так далее, nm, и мы будем вести, значит, индукцию по максимуму из этих n-итых, а затем по n. Вот. Значит, давайте только сначала сделаем простое замечание, что все этажи, значит, подходящей башни самосопряжены. Так, это достаточно очевидно, то есть вот по индукции у нас первое поле самосопряженное, а дальше вы либо присоединяете действительное число, тогда очевидно, что вы получаете снова самосопряженное поле. Либо, если у вас квадрат модуля там лежал, что такое квадрат модуля? Это произведение числа, оно сопряженное, да, то есть, если здесь лежит r, r с чертой, так, а вы присоединяете k от r, причем r там в какой-то степени p лежала в k, то ясно, что r, значит, с чертой в p, значит, оно тоже будет лежать, значит, r с чертой, почему оно будет лежать здесь, так, r с чертой в p, это будет лежать в k, да, значит, потому что их произведение это квадрат модуля p, а вот здесь лежит, сейчас, да, здесь, правильно, здесь лежит r, r с чертой, так, значит, сейчас тут все очевидно, а, все очевидно, здесь лежит r с чертой, да, все, потому что здесь лежит r, r с чертой, здесь лежит r, значит, здесь лежит их отношение, поэтому, понятно, да, значит, таким образом все поля, все поля подходящей башни обязательно самосопряжены, вот это сделали, замечание, теперь можем, значит, доказывать по индукции, так, значит, ну, опять, вот пусть у нас для всех башен, где вот этот максимум, обозначим его n большое, если, значит, этот максимум меньше p, то пусть все доказано, так, значит, и возьмем башню, где n равно p, так, возьмем башню, где n равно p, значит, опять, если p составное, то уплотняем, и делаем так, что все показатели становятся меньше, чем p, и сразу применяем предположение индукции, вот, теперь, значит, пусть p простое, тогда введем индукцию по m, по длине, значит, опять, если у нас расширение имеет вот такой вид, так, длины 1, да, то тогда два случая, два случая, либо оно приводимо, так, почему эта башня может быть неподходящей, ну, по двум причинам, так, значит, p простое здесь, либо оно приводимо, потому что p это не степень, это показатель r в p, это лежит в k, но тогда мы применяем теорему Гаусса, значит, и вкладываем ее, его, так сказать, в башню, где все показатели меньше, чем p, а раз меньше, чем p, значит, мы можем считать, что у нас, значит, предположение индукции по n большому работает, заметьте, что в теореме Гаусса вы просто получаете какие-то там бешеные радикалы степени p минус 1, никто не гарантирует, что они там будут подходящими, там надо анализировать это доказательство, вот, хотя они там выглядят довольно симметрично, но об этом можно даже не думать, потому что у нас просто есть предположение индукции, да, по n большому, то есть мы заменяем r маленькая последовательность радикалов из леммы Гаусса, да, они все имеют степень p минус 1, ну, все, это уже меньше, так что там применимо то предположение индукции. значит, этот случай разобран, теперь, если это расширение неприводимо, неприводимо, оно по какой причине может не быть подходящим? Ну, потому что не выполнены вот эти условия, так, итак, пусть оно неприводимо, но ни то, ни то, неверно, значит, r не лежит в r, не действительное число, и квадрат модуля не лежит в k. вот как вы думаете, что же тогда мы сделаем? ну, ну, смотрите, раз не лежит, давайте его присоединим сначала. то есть заменим вот такое расширение вот таким. То есть просто возьмем и сначала присоединим квадрат модуля. Квадрат модуля — это действительное число. так что уж во всяком случае вот здесь проблем нет. Ну, еще надо показать, что это неприводимое расширение, да? Вот. Ну, почему оно неприводимое? Вот это. Если вот это было неприводимым, то вот это тоже будет неприводимым. ну, это потому что, вот, значит, потому что если бы оно было приводимым, то по теореме Гаусса, ну, по леме, нет, не по теореме, по леме Абеля, это означало бы, что квадрат, вот, возведенный в эту степень, да, это был бы элемент поля k с каким-то еще эписилоном, То есть мы бы умножили это на эписилон в какой-то там степени t, и мы бы попали в k. Но поле k самосопряжено. Тогда сопряжем, да, тоже окажемся в k, да, а тогда перемножим эти два числа. Так, почему я пишу, кстати, p? Здесь без p, да? без p. Полеме Гаусса, да, у нас, еще раз, если двучлен x в p, там, минус какой-то, не знаю, другую букву использую, ρ в p, приводим над k, то тогда ρ имеет вид какой-то элемент из k на эписилон в какой-то там степени, минус t. Ну, потому что ρ в p, помните, у нас было, ρ в p принадлежит k в p, я поэтому здесь написал p, ρ в p принадлежит k в p, это значит, что ρ отличается на элемент из k на корень из единицы какой-то, да, ну, теперь перебрасываем это сюда, получаем вот то, что здесь написано, да, вот это принадлежит k. Сопрягаем, получаем, что это тоже лежит в k в силу самосопряженности. Перемножаем эти два, получаем, что квадрат, значит, уже четвертая степень этого лежит в k. Ну, у нас же квадрат, значит, в p-той степени это точно, да, модуль r в степени 2p, значит, модуль r в p-той, так, сейчас, значит, это у нас действительное число. А, так, сейчас, правда ли, что модуль r в степени 2p лежит в k? Да, правильно, спасибо. Это r в p-той на r с чертой в p-той. r в p-той лежит в k, оно самосопряжено, поэтому это тоже лежит в k. Ага, все. Лежит в k, супер. Теперь, смотрите, у нас четвертая степень вот этого модуля лежит, да, и 2p-тая степень. p-нечетное число. Поэтому, когда мы будем вычитать вот из 2p четверки, да, мы рано или поздно придем к двойке. 2p минус, там, много четверок, это двойка. Отсюда мы делаем вывод, что просто квадрат лежит в k. А мы вроде как предположили, что это неверно. Мы сейчас в этом предположим. Все. Противоречие. Значит, таким образом, вот это расширение неприводимо и подходящее. Да, мы присоединили неприводимый действительный радикал. Что касается вот этого расширения, я вот тут немножко еще раз посмотрел. По-моему, оно все-таки, не знаю, может оно или не может быть приводимым, но это не важно. Дело в том, что если оно приводимо, да, вот, когда вы присоединяете k квадрата вот к этому полю, да, присоединяете r, так, значит, вот если это расширение у вас приводимо, если оно приводимо, то это не беда. Значит, вы можете воспользоваться, опять-таки, леммой, значит, гаусса, да, и, соответственно, ну, сначала теорема и абеля, да, о том, что тогда оно получается с присоединением корня по этой степени из единицы, да, если это приводимое, да, так сказать, потому что у вас корень, опять-таки, двучлена, да, в простой степени присоединяется. Вот. Разборчиво написал, да? Вот. А потом теоремой гаусса. Теоремой гаусса, значит, и заменить, соответственно, вот присоединение вот этого радикала r заменить на пластинности радикалов из теоремы гаусса. А они все имеют степень по минус один, и поэтому здесь можно будет применить предположение индукции вот то самое первое по n большому и, соответственно, заменить r на уже последовательность таких хороших радикалов. Вот. Ну, я уже повторяюсь, да, я уже проводил это рассуждение, то есть, по сути, это вот, вот эта база индукции при m равном единице, кстати, кстати, приводим, да, заменяем. Хорошо. Значит, таким образом с этим мы, так, все мы доказали или нет? Давайте проанализируем. А, нет, это мы доказали, мы разобрались полностью с базой индукции по m. Мы разобрали случай m равном единице. Итак, значит, если вот это расширение по какой-то причине не подходящее, то оно вкладывается в подходящее. Мы разобрали все случаи, когда оно приводимо и когда оно не приводимо, но не выполнено вот эти условия. Тогда, значит, все в порядке. То есть главное здесь, конечно, ядро, это то, что надо вставить квадрат модуля. Вот это главное. Вот. Хорошо. Хорошо. А теперь шаг индукции по m, но он делается так же, как вот в той теореме о неприводимо радикальных расширениях. то есть это уже легко. Значит, итак, вот у нас k, значит, мы присоединяем радикалы, r1, rm, и если первый радикал неприводим, и вообще вот если вот это подходящее расширение, если это расширение подходящее, то мы радуемся, потому что остальных радикалов меньше, чем m, и мы применяем предположение индукции вот начиная с этого поля, с поля k от r1. А если это неподходящее расширение, то мы применяем то, что мы только что сделали, значит, мы, так сказать, базу индукции, мы присоединяем здесь какие-то радикалы ρ1, ρs, так что вот это все подходящее расширение. А дальше у нас были r2 и так далее, rm. Ну, тогда просто берем и применяем, опять-таки, предположение индукции вот к такой башне, которая начинается вот с этого поля. Я вот здесь просто скобки поставлю. Вот так. Это, так сказать, подходящее уже расширение. И к нему присоединяются какие-то радикалы в количестве меньшем m. Поэтому применим предположение индукции. Ну, то есть, вот, так сказать, не пугайтесь, если вы там немножко запутались, да, значит, потому что, ну, в конспекте у меня все это написано, я это вышлю. Вот. Ну, вот здесь действительно нужно аккуратно, аккуратно рассуждать. Вот. Особенно, как видите, вот в этой ситуации, потому что, ну, здесь очень много за чем нужно следить. За неприводимостью радикалов, да, за тем, что, значит, расширение может быть неподходящим, то есть, либо это, либо это. Вот. И, так сказать, вот, чтобы, так сказать, вложить все в конечном счете в хорошую башню подходящую, вот, нужно, опять-таки, ввести какую-то, какую-то такую вот двойную индукцию. Вот. Так. Ну, значит, мы можем констатировать, что, так, теорема Кронекера, я думаю, что доказана, да? Давайте проговорим, значит, еще раз все доказательство от начала до конца. Да. Значит, вот если есть неприводимый многочлен простой степени, да, значит, в чем, так сказать, как нам доказать, что у него число десятилетных корней единицы липе? Мы первым делом находим подходящую башню, в которой лежит его корень, который выражается в радикалах. Вот мы только что доказали, что всякое радикальное расширение самосопряженного подполя, да, лежит в некотором подходящем. Ну, вот берем просто, начинаем с поля Ку, с поля рациональных чисел. Вот, находим. Хорошо, значит, вот он там лежит. Следующая на очереди – это вот эта лемма, да? Значит, мы находим этаж этой подходящей башни, где неприводимость сменяется приводимостью, применяем к этому этажу вот эту лему, оказывается, что Ку степени этого этажа равна П степени нашего многочлена. Все корни многочлена лежат вот в этом поле, так, то есть надо еще и и присоединить. И вот они здесь все были выписаны. И далее проводим анализ. Значит, как раз условия нашего, так сказать, при которых работает наш анализ, выполнены. Либо r – действительное число, либо квадрат модуля лежит в k, и этим обеспечиваются, значит, все поля нашей башни, подходящие, самосопряжены. Помните, нам нужно, чтобы там все было самосопряжено. Значит, вот из этих условий следует действительно, что… Я здесь отметил, да, что все поля подходящей башни самосопряжены. Значит, это нам нужно. И одно из этих условий выполнено. И, соответственно, оба случая, которые вот там были написаны, значит, разбираются вполне корректно. Вот. Все. Значит, в первом случае, если r – действительное, мы получаем, что ровно один действительный корень, а во втором случае, вот в этом, да, когда r – не действительно, но вот это условие выполнено, получается, что либо все корни действительно, либо ни одного. Но ни одного быть не может, значит, они все действительно. Вот. Ну и вот на этом действительно доказательство полностью завершается. Вот. И мы таким образом привели для каждого простого p пример алгебраического числа, который не выражается в радикалах. Ну все, на этом мы закончили эту первую часть спецкурса, и в следующий раз мы перейдем к новым методам, методам теории групп, теории Галуа. Вот этот раздел, он очень легко описать. Вот на первом этаже у нас только поля, и вот мы пользовались на протяжении всего спецкурса только методами теории полей, по сути. То есть мы там немножко говорили на первой лекции про группы, про то, как Лагранж пришел к перестановкам, к теореме Лагранжа, но ему не удалось доказать. А дальше мы доказали теорему Гаусса в Анцеле, сегодня, кстати, еще одним методом, только с помощью периодов. Затем, значит, теорему Абеля-Руфини и сегодня вот более сильную теорему Кронекера, значит, и использовали, по сути, только поля. То есть мы нигде не говорили, что там группа какого-то уравнения, группа Галуа там разрешима, неразрешима, да. Вот это будет как раз вот здесь. Значит, здесь поля и группы. Группы автоморфизмов, на самом деле, будут этих самых полей. То есть вот как можно на это смотреть? Вот у вас есть какое-то поле, и вот вы начинаете еще к нему там что-то присоединять, присоединяете там какие-то сопряженные элементы. И вот на этом этапе, на этом этаже, вы как бы как в музее, вы можете только вот созерцать, только наблюдать, что происходит. Руками не трогать. Вот. А группы, они оживляют эту картину, и эти сопряженные начинают путешествовать. Вот именно под действием групп преобразований. Вот. То есть вот на этом этапе у нас такая статичная картина, а вот на этом динамичная. И с помощью вот более, так сказать, прогрессивных методов мы сможем, во-первых, передоказать все эти результаты уже более простыми методами, значит, методами теории группы. То есть у нас и поля будут, но уже и, так сказать, и группы. Ну и докажем, на самом деле, ряд других более сильных результатов, значит, в том числе вернемся к теореме, ну, к многочленам простой степени. Вот там, так сказать, вообще получим просто критерий, какая у него там должна быть группа Галуа, вот, чтобы корни выражались в радикалах. Вот, в общем, будет ряд более сильных, так сказать, результатов. Вот, значит, ну, соответственно, в следующий раз, я думаю, что, значит, ну, мы определим группу Галуа несколькими способами. Вот, собственно, как это дело Галуа, потом уже более таким современным способом, вот, так сказать, Кронекера, Дедекинда, вот, так сказать, Дерихле, да, вот несколько разных. В таких больших ушонах стояли, ну, продолжили, можно сказать, исследования Галуа, да, потому что Галуа вот умер в 32-м году, да, и, значит, его работы стали, значит, доступны всем, там, ну, спустя несколько десятилетий после его смерти, вот, то есть сначала его современники не понимали, вот, ну, а потом, так сказать, теория Галуа развивалась, и, вот, конец уже 19-го века, вот, собственно, вот, работы Кронекера, они уже все были после Галуа, вот, так сказать, многие, так сказать, подходы его были пересмотрены, и, в частности, вот, определение группы Галуа было уже более удобным для рассмотрения, значит, ну, и теория групп, естественно, развивалась, так сказать, сама, независимо от исследований, уравнений, вот, так что, значит, понятно, что, так сказать, и результаты Галуа передоказывались, переосознавались, новые результаты доказывались, так сказать, вот, так что, значит, вот в следующий раз, вот, мы начнем, значит, группы, и, значит, вот немножко будет группы Галуа, мы посчитаем некоторые группы Галуа конкретных многочленов, ну, и какие-то необходимые результаты из теории групп, я расскажу, которые, ну, так сказать, заодно вам помогут подготовиться к грядущему колокольному, вот, так что, ну, вот, хорошо, значит, на этом первая часть спецкурса закончена, да, хорошо, спасибо. Спасибо.